Но это ваш личный бизнес, да? Вот это я вот очень не люблю, вот эти разговоры. Если ей не понравится, она даже не сможет мне пощечину дать. А насколько сегодня это востребовано, сделать там женскую команду? Никто тебе не гарантирует, что это будет успешный бизнес. Какие могут быть ограничения? Мотоспорт, это, безусловно, это не шахматы, да, это опасный вид спорта. Мне кажется, вот этот самый правильный путь. В спорте тут все вот, на ладони, как говорится. Время! Я сегодня даже специально для встречи надел футболку с мотоциклом. Серьезный у нас сегодня очень гость, поэтому это будет очень интересный выпуск. Обязательно его посмотри. А сколько лет этому бизнесу КТМ? Что вы здесь продаете, что вы здесь делаете? Магазин этот у нас существует с 2010 года. Я начала этот бизнес сама, скажем так, еще на уровне гаража. С чего начиналось, что вы делаете? На уровне гаража, когда это начиналось, у меня был просто контакт с австрийской фирмой КТМ. Начинала я с того, что принимала заказы у людей, брала, грубо говоря, предоплату. На эти деньги закупала мотоциклы, привозила. Там какая-то маржа у меня появлялась. Я уже смогла закупать что-то такое впрок. И все это было, у меня не было магазина, это было реально на уровне гаража. И так вот каких-то... Но это ваш личный бизнес, да? Да. Это мы с мужем сейчас этот бизнес ведем. Ну, не сказать, что он у нас какой-то прям мега процветающий, потому что сейчас вообще, в принципе, в стране... Именно они самые лучшие. Да, они самые лучшие, особенно, да, для продажников, для поддержания штанов. Все это существует. Ну, и опять же, нам просто нравится вся эта тематика мотоциклетная. И, кстати говоря, благодаря... Ну, я считаю, что отчасти благодаря этому бизнесу у меня и получилось то, что я вот так профессионально занялась мотоспортом. Это дало спонсоров? Это дало возможности? Или это просто столкнуло с мотоциклом? Это просто дало возможность полностью быть в этой теме. Это когда у тебя свой магазин, у тебя уже тут есть и запчасти, у тебя есть какие-то контакты, ты постоянно в этом крутишься. И, опять же, поездки на гонки, это была тоже часть бизнеса, потому что, как бы, ездили на гонки на мотоцикле КТМ со всеми вот этими вот там вещами, запчастями. Мы ездили и продавали людям запчасти таким образом, и рекламировала я сама все это. Вот, и просто вот так вот потихоньку-потихоньку это все вылилось, собственно, в то, что сейчас происходит. А что это сейчас в этом бизнесе? Это продажа мотоциклов? Продажа, обслуживание. И, соответственно, все аксессуары. Ну и, соответственно, да, всякие аксессуары, экипировка, да. Даже сейчас уже, скажем так, даже больше именно продажа запчастей и экипировки, потому что мотоциклы уже так, постольку-поскольку. Ну а какие результаты этого бизнеса, если взять погоду, какой он дает результат? Честно говоря, сейчас я даже уже не скажу, потому что вот я конкретно из этого бизнеса уже вот так вот плотно им не занимаюсь. У меня в основном там муж, да, этим занимается. Я, у меня сейчас вот уже последние три года все сконцентрировано именно на моем спорте. Для семьи сейчас стал основной заработок. Это моя история именно спортивная, то есть спонсорские контракты рекламные и вот все, что с этим связано. А спонсоры работают таким образом, что вот да, мы являемся твоим спонсором, вот тебе 100 рублей в год, ты участвуешь там, 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 показываешь. Или нет, или спонсор просто дает тебе некую цифру, а ты уже сам определяешь тот пакет, который ты выполнишь за это. По-разному, опять же, все спонсорские контракты, они там везде разные условия, кому-то интересно это, кому-то это, кому-то вообще кто-то говорит, ребят, нам вообще неинтересны эти ваши мотогонки, да, там, можете, хотите, участвуете, хотите, вообще не участвуете. Вот, там, например, какие-то мои основные спонсоры, как, например, Toyota, да, там, тот же Red Bull, Motul, их интересна вся эта история в целом, да. И в контракте прописывается, начиная от количества постов, да, там, в соцсетях, не знаю, там, Instagram, Facebook, до участия в каких-то их мероприятиях, да, там, каких-то, и в том числе и корпоративных. А сколько сегодняшний вал прошедшего года? Например, за прошлый год, если брать вообще, вот сколько денег прошло вообще на все-все-все-все-все, там, порядка 15 миллионов рублей. А затратная часть из этого? Я могу сказать, что поездка на Дакар, например, стоила 50 тысяч евро. Угу, это весь бюджет мероприятия? Это, ну, вот эта, поездка вот на конкретно этот Дакар, это, скажем так, дешевый Дакар, до этого Дакар стоил, там, 120 тысяч евро, мотоциклетный. Летом я участвовала на автомобиле в шелковом пути, как раз на Toyota, Land Cruiser, порядка, по-моему, 7 миллионов ушло на это. Сама Toyota машину дает под это? У нас была машина, скажем так, арендованная, и вложили денег в ее, скажем так, ребил, да, подготовили, сделали и поехали. А сегодня это работающий бизнес, вот взять такую машину, попробовать? Просто попробовать, да, это не проблема, ты просто берешь машину в аренду у механиков, и все, и вперед. И это работает? Да, можно с тренером договориться, ну, чтобы самому, да, там, например, не разбираться со всем этим. Сажаешь тренера, все, садишься в руль, приезжаешь на тренировку, тебе все показывают, рассказывают. Ну, тут вопрос денег, да, это как, в принципе, можно же, да, и прокатиться и на Формуле-1, да, и сплатить такой вопрос бюджета. Какие цели дальше? Что планируете себе? Какие поставили задачи? Понятно, что шелковый путь у меня остался таким незакрытым, как говорят, да, к гештальту. Мне нужно его все-таки, я думаю, что доехать будет в следующем году на мотоцикле. А почему нужно? У меня была цель проехать шелковый путь. Я достаточно много лет с организаторами ралли «Шелковый путь», ну, не то чтобы боролась, да, я их уговаривала включить мото-зачет, потому что мото-зачета не было. И, наконец-таки, получилось, что появилась возможность включить мото-зачет. И, естественно, как бы, да, я там, вот, в нем поучаствовала, не доехала. И как-то... Что-то давит? Как-то вот хотелось, мне хотелось эту гонку преодолеть, да, потому что ралли-рейды – это, прежде всего, про преодоление самого маршруя. Да, по ней я прекрасно понимаю. Поэтому это как вот для альпиниста, да, там, собрать семь вершин, там, я не знаю, там, или, не знаю, для кого-то, для кавлангистов нырнуть в какую-то самую глубокую впадину. Это просто вот для себя такое совершение. Так и тут у меня, то есть мне хотелось проехать. Я проехала Дакар, проехала Африку-рейс и, как бы, собрать такую некую коллекцию вот этих основных ралли-марафонов планеты. И на этом можно будет завершить основное для себя за рулем? Ну, с мотоциклом, я думаю, что да, в принципе, это будет такая уже, да, вот, логологическое такое завершение. Ну, и, в принципе, можно думать уже, вот, да, там, все-таки больше уже в авто переходить. В авто переходить или формировать команду? Я вот как раз хотел поговорить о том, что, а насколько сегодня это востребовано, сделать, там, женскую команду? Команду сделать, это все возможно, но, опять же, вопрос в бюджете. И вопрос в том, что мы сможем этой командой предложить нашим спонсорам. Если эта команда будет на слуху, если она будет в СМИ, если она будет популярная, то, конечно, это будет интересно всем, и будет бюджет, и возможность гонять. А сегодня же есть, пожалуйста, любые возможности быть в СМИ, быть где угодно, заявиться на любые соревнования. Какие могут быть ограничения? Что здесь, что здесь может не дать это реализовать? Ну, в первую очередь то, что бюджет очень серьезный. Я вот уже сказала, да, там, та же поездка на Дакар, это 100, там, с лишним тысяч евро. Если мы говорим о сезоне подготовки, потому что, понимаешь, что Дакар – это одногонка, к ней надо готовиться, это нужно выступить идеально на всех этапах чемпионата мира, каждый этап в районе 25 тысяч евро. А нет людей больных, которые готовы свои деньги нести в эту историю? Ну, вот, например, человек перед ВАБе, да, соглашедший, который вкладывал в это свои деньги, потому что первые мои соревнования, безусловно, это были соревнования за собственные деньги. Я отношусь к этому абсолютно как к бизнесу, никто тебе не гарантирует, что это будет успешный бизнес. Ты должен сам рассчитать все так, чтобы это было хорошо. Соответственно, со спортом, в принципе, все то же самое. Здесь, может быть, такая же история, как в шоу-бизнесе. Хочешь петь – окей, заходи ко мне в продюсерский центр, заноси деньги, я сделаю из тебя хорошего певца, я подберу тебе хорошую музыку, а я тебе подберу хорошие соревнования. Мне кажется, вот этот самый правильный путь. Со спортом все чуть сложнее, чем с шоу-бизнесом, потому что шоу-бизнес, ты, грубо говоря, твой выезд на концерт, пусть это не очень ты популярный певец еще, но все равно там три каких-то копейки тебе принесут. Вопрос в другом, что когда ты поешь, твой талант – это же такое очень условное. Конечно, его нужно подкрутить. А в спорте тут все вот на ладони, как говорится. Время. Какую бы крутую машину ты не купил, если у тебя нет к этому предрасположенности таланта, действительно, и всего остального, ты не приедешь там. Ты приедешь где-то там внизу, и это уже будет никому не интересно. Ну, то есть бизнес из этого сделать сложно. Сложнее в разы. Тут помимо твоего основного спорта, да, вот, как, например, со мной, я все время в голове держу о том, что из этого нужно делать шоу-бизнес. То есть людям не интересно уже просто смотреть, как все гоняются по пустыне. Ну, приехала там Нифонтова, не знаю, там, 10-й, 20-й, 100-й, неважно. Ну, им интересна вот эта какая-то драма. Поэтому почему, собственно, прозвенело так сейчас вот это мое выступление на Дакаре, потому что это было шоу Настя с гаечными ключами. Девушка сама крутит мотоцикл, а доедет ли она, а нет. А что самое тяжелое было в этой поездке? Восьмой, по-моему, день уже там почти перед финишем, когда уже накопилась усталость. В этот же день был очень тяжелый спецучасток, в этот же день я чуть не раздавил грузовик, и как-то все это морально очень вот тоже накопилось. Я приехала, помню, уже в лагерь на Бивак, меня вот так облепили тоже какие-то журналисты, потому что с каждым днем тоже этот ажиотаж все рос и рос, и каждый раз, когда я доезжала, меня все мучили вопросами. Естественно, приходится как-то отвечать, улыбаться, ну, там, понятная работа такая. И в какой-то момент уже просто случился такой, знаешь, такой микросрыв нервный, я залезла в палатку, и просто вот как маленькая девочка прорыдалась в подушку, у меня прям трясло, у меня муж залезает, такой, что, что с тобой, типа, потому что, что? Ну, муж что сказал, да и хватит, сходи, или нет? Я не помню, по-моему, он меня просто похлопал по плечу и сказал, ну, типа, мол, это, ну, держись, там, или что-то такое. А если бы он сказал, сходи, вы бы сошли? Я думаю, что, конечно, это, конечно, не послужило бы поводом сойти, но, не знаю, мне кажется, что вот, если бы он тогда это сказал, я как-то бы еще сильнее бы расстроилась, потому что я бы поняла, что, видимо, настолько все плохо, что уже даже мой муж в меня не верит и понимает, что надо сходить. А какие эмоции, когда ты понимаешь, что вот, финиш, ты доехал? Каждый раз ты ждешь, что финиш, и думаешь, ну, я-то вот сейчас, ну, там, не знаю, буду просто подскакивать от счастья, что у меня будут переполнять какие-то эмоции. А каждый раз я, когда финиширую, какое-то очень непонятное такое чувство, оно как-то, ну, пустота, да, то есть вот как все закончилось. Вроде бы надо радоваться, а я что-то не радуюсь, и как-то сразу, а что дальше? А если говорить о хобби, о хобби как отдыхе или об отдыхе как хобби? Ну, безусловно, горные лыжи. Не так давно, наконец-то, меня друзья вытащили на фрирайд, то, что я занималась горными лыжами, например, трассовое катание по трассам. Ну, и как, кстати, переход на фрирайд? Мне понравилось очень, ну, в детстве у нас было что-то такое, когда от тренера убегали, катались между елок, и, естественно, когда сейчас уже такие есть специальные лыжи, и можно как-то выбрать какую-то трассу интересную, которая вот именно вне трассы. А сколько времени на отдых остается в жизни вообще? Я вообще считаю, что у меня вся жизнь один сплошный отдых, потому что я занимаюсь тем, что я люблю, и, в общем, я от этого так не устаю. Ну, скажем так, я понимаю, что я устаю, там, приезжаю домой, сваливаюсь в кровать без задних лапок, но мне все равно настолько удовольствие от всего этого моральное, что даже когда мне говорят, ну, вот, там, отдохни, там, передохни, я не знаю, я все равно скучаю по мотоциклам. Я под отдыхом подразумеваю смену картинки. Ну, в любом случае, это что-то должно быть активное, это и кайтсерфинг, тоже пыталась этим заниматься. Лежать просто на пляже я не могу, максимум два дня, и все, на второй день у меня уже, как я говорю, лапки дергаются, мне уже надо куда-то бежать, найти как-нибудь дайвинг или еще что-то на этом пляже, то есть, вот, поехать просто куда-то загорать, я знаю, что два дня, все, и потом меня уже будет трясти от этого отдыха. А какая самая запоминающаяся страна? Самое такое место, которое мне больше всего нравится, где я действительно прям вот отдыхаю, как это ни странно, это в Арабских Эмиратах, пустыня Рубль-Хали. Я там первый раз побывала, собственно, вот, когда я в пустыне первый раз увидела нормальную, большую, вот это было то самое место, и, видимо, настолько на меня это произвело впечатление, что я до сих пор приезжаю туда, у меня аж прям мурашки, когда я вижу эти огромные дюны, песок. Я вот всем говорю, я когда старые стану, меня можно прям туда отвезти в палатке с верблюдами, я там буду жить, мне вообще ничего в этой жизни не надо. Ну, а относительно зима или лето, если выбирать, что для вас, зима или лето? Конечно, лето, потому что я так из тех людей, которые, вот, если меньше 25 градусов тепла, все, для меня это мороз, холод, я мерзну страшно. Как правильно сильной женщине найти баланс в семье? Я не знаю, честно говоря, просто об этом реально никогда не задумывалась. Об этом не надо задумываться, но это же есть. А ну, как-то само собой у меня происходит. Ну, вот мой муж, мы когда с ним познакомились, я ему сразу сказала, знаешь, дорогой, я очень не люблю готовить кухню, домашние вот эти все дела, это вообще не про меня, и вот даже не жди, что я там буду бегать за тобой с кастрюлями, с борщами, с салатами. Ну, что он сказал, слушай, так здорово, я так люблю готовить. Мне вообще вот это как раз хлебом не корми, что-то приготовить. Вы только мне говорите, что готовить, я буду готовить. Все, у нас вот так и есть. По поводу командовать мужем, ну, не знаю, мне как-то, мы все обычно вместе решаем. Все комфортно, все гармонично? Как-то да, то есть такого нету, что вот... Иногда, конечно, у него бывает перебор, когда-то немножко пожалуюсь, что он даже больше от меня ждет, да, что я что-то как-то вот... Ну, как ты решишь, дорогая? Я говорю, слушай, хорош уже, давай, это у нас вроде как голова семьи, давай решай ты. Ну, там, посмеемся, вместе все равно решим, там, не знаю, там, поехать, ну, там, как бы, да, говорят, к маме-то к маме, или на дачу, или еще куда-то. А с парашютом прыгали? С парашютом один раз прыгала, да. Ну и как эти ощущения? Мне очень понравилось. Я когда приземлилась, у меня были глаза вот такие на полвосьмого. Там с четырех, по-моему, тысяч прыгали. И я говорю, а, вот, давайте купим парашют, я буду заниматься. Ну, понятно, что это такие эмоции на первые, там, не знаю, 15 минут, потом, понятно, что со всем этим вот, вот этим вот колхозом, мотоциклетным, понятно, что, ну, на это просто нет времени. Это тоже, если же заниматься чем-то, то качественно, да, все-таки парашютный спорт, это так серьезно все. А что хочется еще в жизни сделать? Что не сделано? Сейчас у меня, поскольку немножко так, все-таки голова заточена больше на вот эти все мои спортивные мероприятия. Если как бы от них отвлечься, то, ну, конечно, начинаешь в какой-то момент думать о том, что у меня там дочь, да, которая 15 лет, что она сейчас растет, что в какой-то момент муж появится, да, и, естественно, в какой-то момент я стану бабушкой, я надеюсь. Думаешь о том, что я, например, всю жизнь как-то к детям относилась так, ну, говорю, дети, это все прекрасно, ну, вот полчасика я с ними повозюкаюсь, а то можно их куда-нибудь, они мне надоели. Ну, я так, конечно, шучу. Но, а тут я понимаю, что, наверное, было бы классно, да, там, стать такой бодрой бабкой, которая будет со своими внуками, там, я не знаю, наверное, на мотоцикле, не знаю, на мопеде и так далее, и показывать им вообще как. Чтобы внуки могли со мной себя чувствовать так вот прям весело, как бы, да, подружески. И я об этом думала, и мне кажется, что это было бы классно. У нас есть рубрика «Вопросы от операторов». Вот, они тоже любят задавать вопросы. Какая цветовая температура? Валя, Валя, начинаем с тебя. Про алкоголь и сигареты. Это же тоже спорт, но это не такой спорт, как я понимаю, где, ну, бегуны наверняка не курят. А, я понимаю, мотерейсер может курить. Такое заблуждение людей, которые никогда не ездили на мотоциклах. Всем кажется, что, ну, вроде чего, тут же не ты же педали крутишь, да, как на велосипеде, ручку газа, и он сам поехал. Вроде не нужно такой затрат физической энергии, но на самом деле, когда ты едешь на мотоцикле, особенно по бездорожью, да и на шоссе тоже, там есть свои нюансы, то ты, получается, всю дорогу, ты не можешь просто сидеть на нем, ты держишь мотоцикл ногами, ты все время облувишь этот баланс, все время вот эти полуприседы, полуотжимания, и, например, когда тренируешься на кроссовой трассе, ну, на легком мотоцикле, я периодически это делаю с пульсомером, чтобы как-то мониторить свое состояние, да, то есть буквально там за 15 минут заезд пульс 200-190, и это на мотоцикле, вот, да, поэтому работают абсолютно все группы мышц, поэтому если ты будешь курить и пить, все будет то же самое, что с обычным спортсменом, бегуном, велосипедистом и так далее. То есть в мотокроссе курение, злоупотребление, чем бы то ни было, они несовместимы с этим делом? Ну, это же спорт, да, то есть все то же самое так же влияет, ты просто начинаешь задыхаться, у тебя не хватает дыхалки, у тебя мышцы неправильно работают, то же самое. Курение – это вред, я тебе об этом всегда говорю. Есть ли у вас бренд? Монетизируете ли вы свои оба имена? К сожалению, руки до этого не доходят, у меня очень много людей спрашивают, пишут, хотим там какие-то маечки, да, кепочки, еще что-то, ну, вот, все. А матрешка Анастасии – это что? А матрешка Анастасии – это компания Red Bull, они же делают дизайн шлема, и их дизайнер, он сам француз, и он каждому атлету придумывает такой вот маскот, да, вот эту вот… Ну, вот в этом направлении, мне кажется, надо поработать. Надо, да, но я поскольку сама себе менеджер, сама себе, не знаю, там, все-все-все, пиар-менеджер и так далее, и спортсмен, и тренер местами, и все такое, то поэтому просто именно до разработки вот именно до этих всех дизайнерских вещей не доходят руки. Может быть, кстати, пользуясь случаем, если тебе интересно, либо напиши в комментариях какие-то рекомендации по этому поводу, и если нет, связывайся с Анастасией и сделай для нее эту интересную историю. Мне кажется, это было бы очень даже круто. Ну да, причем в том, что у нас уже всяких картинок, ну, как бы основы, из чего это все можно сложить, уже много-много-много, поэтому… Да, если ты начинающий дизайнер, вот есть возможность потренироваться. Это будет бесплатно, за деньги мы ничего не продаем, и на этом заработать ты не сможешь, но получить интересный опыт и посотрудничать с таким именитым человеком для тебя – это тоже большая возможность и как способ продвижения. Поэтому подумай об этом. Если есть желание, пиши в комментариях, а мы потом свяжемся и передадим эту информацию Анастасии. Это будет вообще шикарно. Да, это будет круто. Что хотелось бы, кстати, еще, может быть, в чем-то получить какую-то помощь и поддержку подписчиков? Самая основная боль любого спортсмена – это вечный поиск партнеров, дополнительных спонсоров, потому что понятно, что бюджет, он всегда достаточно ограничен, хочется есть на большее количество гонок, технику использовать более современную и так далее. Поэтому я всегда говорю так, что если нас смотрят, слушают или читают, люди так или иначе связаны с маркетингом, с пиаром каких-либо компаний, которым может быть интересно участие в гонках или неординарная девушка, которая может как-то выразить что-то им интересное. Поэтому обращайтесь, я всегда открыта для любых историй. Если есть желание и возможность, безусловно, стать спонсором, тоже пишешь, связываешься с нами и мы обязательно тебя познакомим с Анастасией. Нельзя забывать о том, что когда ты вкладываешь и помогаешь, если у тебя на это есть возможность, ты получаешь еще гораздо больше. Спасибо вам, Анастасия, мне очень понравилось, очень круто. Спасибо вам.